Что такое фейковая страна? Ответ на этот вопрос хорошо знают граждане российской обсервации, которая является прекрасным образцом абсолютно бесполезной страны. Особенно если исходить из той логики, что правительство должно обеспечивать достойный уровень жизни своему народу и руководствоваться его интересами. Парадокс в том, что сами россияне отлично осознают, в какой позе их держат власть имущие, но предпочитают прогнуться посильнее, лишь бы не прощаться с любимой цепью. Гипертрофированной версией Рахляндии прямо сейчас выступает Армения. Ввиду меньших размеров, отсутствия многомиллионного населения и наличия оторванных от реальности амбиций, кремлевский анклав оказался заложником русского мира. Отдав практически всю страну на растерзание московским кукловодам, армяне взамен получили невероятный уровень милитаризации и прогнившую насквозь систему пропаганды. Причем с началом активной фазы контрнаступательной операции Азербайджана бредовые сказки, льющиеся с экранов ТВ и печатных изданий, достигли какого-то запредельного уровня. Пока армянские военные дают дёру с поля боя при первом появлении турецких дронов, гостелеканалы вещают об успешном удержании позиций и нескольких сотнях сбитых беспилотников Азербайджана. Примечательно, что если верить фейковым данным Еревана, то у Баку и Анкары просто не осталось беспилотной авиации как таковой, ведь число якобы уничтоженных дронов превышает 200 единиц. С другой стороны, армянским пропагандонам с их предводителем клана оборванной телефонной трубки есть у кого поучиться. Хорошо знакомый всем Владимир Соловьёв, он же вечерний мудозвон, на протяжении всего конфликта пытается всячески дискредитировать Баку и открыто призывает террористов примкнуть к Армении. И судя по всему, личный балабол Путина наконец-то доигрался, прогневив руководство этой страны. Тут можно вспомнить и фейковый ролик из компьютерной игры «Арма-3», где ПВО Азербайджана якобы атакует самолёт в 80 километрах от границы с Россией. И насмешки над территориальной целостностью упомянутого государства. Но финальным аккордом стала идея исковеркать в прямом эфире имя президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого Соловьёв назвал Ильхумом. Это стало последней каплей для людей, чьи сыновья и отцы отдают жизнь за свободу Нагорного Карабаха. Поэтому на имя вице-президента Азербайджана, генерального прокурора и начальника службы госбезопасности поступил запрос о возбуждении уголовного дела против полоумного мудозвона. Очень надеемся, что в этот раз длинный язык Соловьиного помета засунут в соответствующее место. Интересная ситуация наблюдается непосредственно на фронте. Тут армянские тушканчики решили использовать еще один фейк. Командование Пашиняна отправляет воевать на линию соприкосновения манекены. Их выставляют в окопах или закапывают по пояс на боевых позициях. Операторы беспилотников, наверное, долго приходят в себя от смеха, увидев подобное шоу. Как шутят военнослужащие Азербайджана, настоящих солдат Армении от манекенов очень просто отличить. Пластмассовые вояки не бегут с поля боя и стоят до последнего. Причем фейковые солдаты – это не единственный повод для гордости у Еревана. Аналогичным способом миньоны Кремля пытаются имитировать присутствие на позициях военной техники. Ее клепают из картона прямо как легендарную армату. Проблема лишь в том, что благодаря большому количеству сенсоров, байрактары без проблем отличают настоящий хлам российского производства от бумажных конструкций Пашиняна. Таким образом, Ереван пытается создать ощущение, будто армяне действительно цепляются за каждую пять Нагорного Карабаха. На самом деле их пятки сверкают ярче путинской лысины при полной луне. Азербайджан продолжает отбивать ключевые позиции на горных дорогах и освобождать населенные пункты. При этом Ильхам Алиев обозначил цель, без которой нынешняя контрнаступательная операция не закончится точно. Речь идет о населенном пункте Шуша, расположенного всего в 11 километрах от столицы оккупированного региона Ханкенди, также известном как Степанакерт. Как будут развиваться события в Нагорном Карабахе во многом зависит от остатков разумной жизни в черепной коробке Николы Пашиняна. Если этот безумец действительно готов похоронить собственную страну в борьбе за чужие территории, то Азербайджан будет вынужден вышвырнуть незваных гостей со своей с земли и преподать отличный урок другим странам-террористам во главе с Россией, которые до сих пор не научились уважать территориальную целостность соседних государств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok